Тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, она касается безопасности технологических сегментов сетей и все, что с этим связано. Еще порядка пяти или шести лет назад тема оказалась неактуальной. Технологии на 80% были уверены, что сети не связаны никоим образом с публичными сетями, с интернетом. Тем не менее, достаточно серьезное развитие телекоммуникационных технологий, систем и аппаратной базы, потому что сегодня это стандартная проблема, которая стала актуальной для всех. И работа без устойчивой системы информационной безопасности может быть чревата негативными последствиями. Но наиболее громкое событие в этой области, это, конечно, взлом контроллера на атомной электростанции в Бушере. После чего, в общем-то, во всем мире начался бум развития таких систем защиты политической инфраструктуры. Но это не единственное событие. Если вы откроете соответствующие силы для запроса в интернете, вы найдете достаточно много информации по различным событиям, которые происходят на технологических сегментах. Какие последствия этого сегмента влечутся? Вплоть до того, что здесь даже достаточно подробное описание татаковок, спектр 4, монтбасса, PC и соответствующие местонахождение паролей. Каким образом есть возможности управлять? И так далее. Ну, значит, вот наглядная картинка, которая, ну, скажем так, наиболее в общем виде дает представление, каким образом вообще возможно воздействовать на технологические сегменты сетей. Это, безусловно, значит, возможность переклада каких-то сообщений, создания псевдо-сообщений, значит, повторы тех или иных команд, ну и, соответственно, значит, в крайней степени это проникновение на диспетчерский центр и на уровень контроллера. Как бы это фантастично ни казалось. Значит, что сегодня необходимо? Ну, во-первых, консляция технологических данных из скада сети осталась насущной необходимостью. Вот представлены аналитические системы, в том числе PIE, PIE-сервер, чаще всего развернуты бизнес-сети для обеспечения, для выполнения управленческих функций. Вот, соответственно, а источниками данных является данной технологической сети. В реальные случаи в современные стадо пересматривают необходимость оповещения должностных лиц в случае предсказательного возникновения тех или иных событий, аварий, и, соответственно, значит, необходима трансляция по телефонной почте. Это опять связь с некой публичной сетью. Значит, ну и так далее. Вот одно из приложений, которое было представлено, например, на стенде, было представлено приложение веб-мониторинга технологических контроллеров, расположенных в Нижневарковском районе, и вам показывают прямо там координаты неких параметров работы этого контроллера. Вот одно из приложений, которое потенциально уязвимо с точки зрения информационной безопасности. Существует весьма конечный перечень взаимодействия сегментов сетей. От полного отказа взаимодействия, то есть вручная переноса данных до, наиболее, скажем так, интересным темой презентации, это диод данных, который обеспечивает взаимодействие только в одном направлении. Это не значит, что, например, пользователь Firewall не имеет права на шесть. Просто для каждого решения существует своя ниша. Firewall — это, значит, возможность задать нефеологические правила взаимодействия сетей, но при этом сети сетей и иные сохраняют потенциальную возможность взлома и проникновения в литическую сеть. Диод, в этом плане, он обеспечивает 100% защиту, так как физически, на физическом уровне, поток данных внутрь литической сети, он невозможен. За счет того, что происходит физический разрыв, и вы функционируете фактически в двух определенных сетях. Вот типовая схема, которая была реализована в совместной компании «Метокс.IT» и «ССО» по зеркалированию ПАИ-серверов из физической сети бизнес-сети. Фактически вы выносите весь объем необходимых технологических данных безопасным способом во внешней сети, и дальше уже прикладные системы обеспечивают взаимодействие и работают с этими данными. Вот немножко более общий вариант, когда вы можете любые данные технологического характера, скажем так, если тот вариант, который был представлен на предыдущем слайде, это уровень систем управления, верхний уровень, например, станций или сетей, систем управления предприятием, то, значит, вот это уровень подстанционной РЭСа, когда вам нужно для того же ПАИ-сервера подготовить данные, вы можете вот таким образом его транслировать непосредственно с уровня подстанции. Список поддерживаемых протоколов достаточно широк, сюда входят как международные стандарты, так и, значит, российские протоколы, устройства, которые производятся в России и, соответственно, не соответствуют международным стандартам. Вот пример одного из решений, которое было реализовано для генерирующих компаний, значит, решалась проблема выноса электронной почты и данных с каждой системы во внешнюю сеть, соответственно, решение, которое фактически гарантирует сохранение функциональности работы при высокой степени информационной безопасности. Вот аналогичная, скажем так, структурная схема решения, которая разрабатывалась для российских сетей и которая отражает те информационные потоки, которые сегодня присутствуют в Россетях, и место диоды данных в этих потоках – приспособление оптимального обеспечения информационной безопасности на различных уровнях управления. Если обратите внимание, то это предоставление данных внешним потребителям информации и, соответственно, разделение уровней, где производится непосредственно, но потенциально возможны теоретически телеуправления объектом, и уровни, где обеспечивается просто наблюдаемость, там, где, значит, беспечера просто должны видеть картинку. Вот пример, например, СУТП уровня подстанции, когда у вас тоже основной сегмент, это сегмент СУТП и управленческие контроли, и, соответственно, рабочие места для документа оборота, для электронной почты обеспечивают, как и сегментом решения, обеспечивают разделение сегментов сети. Вот вариант для личных реабилитаций. Когда вы выносите во внешнюю сеть зеркало сервера, которые у вас находятся, те зеркало данных, которые у вас находятся внутри сети, и, значит, в поле технологии может быть обеспечен доступ к этим данным из любой точки. При этом, если, значит, произойдет атака, соответственно, пострадает только сервер, находящийся вне технологической сети, технологической сети будет не затронут. Задавались вопросы в киностенге, у нас в центре организован по трансляции и треколированию пайсерверов. Значит, задавались вопросы, что сделать с необходимостью, если, например, необходимо загрузить какую-то конфигурацию, необходимо, значит, обеспечить телеуправление и так далее. То есть, если направлена система передачи данных, значит, необходима обратная связь. Ну, вот, существует два способа. Первый способ вот здесь представлен, это, например, вывести некий канал, второй разомкнутый на диспетчера и по соответствующей заявке, если здесь необходимость. Такой команды, значит, просто произвести включение канала. Второй вариант, это просто, значит, если мы говорим о задаче телеуправления, например, просто, значит, уйти на не айти протокол, например, на 101-й, и, соответственно, такая же команда будет передана на объект и будет обеспечена ее реализация, ее использование. Пример международной, из международной деятельности, вот в данном случае стаб-квартира МАГАТЭ обязана контролировать все энергетические объекты и организации, входящие в эту группу. Соответственно, значит, если кто-то использовал срочные определенные данные, то, с внедрением биода данных, фактически на сегодня вся информация поступает как на уровень стаб-квартир корпорации, так и непосредственно МАГАТЭ. Значит, если говорить, суммировать то, что было сказано, однонаправленное коммуникационное устройство, аппаратная реализатор, никаких прошивок фактически не может быть сломано на логическом уровне, отсутствует возможность онлайн-атак, нет потерь данных, большое количество внедрений по всему миру. Более 300 поддерживаемых протоколов и приложений, они перечислены из известных RTP, CPU, UTP, базовых SMTP, большое количество антивирусных баз, Касперский, Маккарфи, Сомантик, Рорак, Олунный КП, НОД, Пай, СЕФР, ССО, Windows, Упдейтер, и так далее. ну и грамотические протоколы поддерживаемые перечислены в том числе и России. СОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Продолжение следует...